Здравствуйте, коллеги! С вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня идет подсчет голосов, пока мы еще не знаем, кто президент, и, конечно, это будет ключевой темой сегодняшнего выпуска. Ну, а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк, ваши вопросы, которые появятся, обязательно оставляйте в комментариях. Итак, подсчет голосов идет полным ходом, ну, важно понимать то, что на подсчеты потребуется чуть больше времени, и, соответственно, в этой, так как часть голосования также была именно в удаленном формате по почте, поэтому на обработку, конечно, требуется время. На текущий момент пока, тут предварительная информация, которую мы видим, лидирует Байден, 238 голосов выборщиков за него, 66, почти 67 миллионов голосов было отдано ректоратам за него, ну, вот уже 67, да, мы видим. Дональд Трамп 213, но борьба идет также за ключевые штаты, потому что часть уже, конечно, выбрали Трампа, да, то есть штаты там с небольшим количеством электората, но давайте посмотрим еще те штаты, в которых подсчет голосов продолжается. Флорида здесь победил Трампа, Хайо Трамп, соответственно, 18-29 голосов выборщиков было отдано за него, Аризона Байден, и вот есть ряд штатов, которые еще ведут подсчет, то есть те, как раз, где избирательные участки закрылись позже, ну, в связи с разными часовыми поясами. В Пенсильвании, обратите внимание, здесь 20 голосов выборщиков, соответственно, пока лидирует Трамп, и обработано 64%. Аризона здесь победил Байден, также Джорджа здесь 16 выборщиков будут отдавать голоса за президента, лидирует пока Трамп, 50%, обработано 94%. Мичиган 16 голосов, 53% за Трампа, то есть мы, вот то, что сейчас мы с вами видим, те штаты, которые еще остались, пока, ну, практически по всем лидирует Трамп, и фактически все шансы на победу у него также остаются, поэтому сейчас вот то, что мы видим, 213-238, пока, ну, фактически выглядит предварительно довольно-таки оптимистично для победы Трампа. Также по Конгрессу в Сенате мы видим, пока нужно получить большинство, то есть для Сената 51% голосов, соответственно, демократы 47%, республиканцы 47%, то есть идут ноздря в ноздрю, что называется. Дальше здесь уже, соответственно, демократы 180, нужно получить 218, республиканцы, но здесь демократы тоже пока лидируют. Поэтому здесь мы продолжаем, безусловно, за этим следить, уже, я думаю, что в ближайшее время мы узнаем все-таки, кто станет президентом, и уже на следующем видео мы обязательно, который будет в пятницу, разберем непосредственно реакцию рынка. Но пока, как я уже говорил, мы видим то, что по тем штатам, которые еще остались, вероятность победы Трампа, она все еще, конечно, сохраняется, несмотря на то, что пока лидирует Байден. Поэтому, безусловно, будем ждать. Ну, а в свою очередь, реакция на рынок тоже была довольно-таки интересная. Вчера, в период как раз дня голосования, мы видели активные движения, ну и то, что происходит уже в момент, когда начался подсчет голосов, волатильность, безусловно, повысилась. Поэтому еще раз важно то, что сейчас торговля сопряжена с очень большими рисками. Все там паттерны, фигуры, которые вы можете для себя торговать, они могут не работать, потому что рынок просто реагирует на новости и на предварительные результаты. Поэтому нужно быть вдвойне аккуратным, а то и втройне. Соответственно, по евро здесь мы видели вчера довольно-таки сильный рост. То есть, в принципе, здесь был даже сигнал для меня на вход на покупку. Но отложенный ордер здесь я не стал ставить по той причине, потому что как раз сильная волатильность могла здесь появиться. Ну, собственно, вот мы видим то, что если бы я вошел там по евро, то, скорее всего, моя сделка бы сработала по стоп-лоссу. Поэтому здесь пока я подожду. Ну, практически уже предварительных результатов. Хотя цены хорошие по евро, да, с точки зрения покупок. Но подожду еще одного сигнала. Возможно, это будет более приемлемый вход уже непосредственно в четверг или пятницу. Я дождусь и буду уже заходить. С точки зрения дневной формата, то здесь фактически ничего не поменялось. Вчера двинулись вверх, сегодня отскочили. Вот пока торгуемся в области минимальных значений, которые также интересны для покупок. По британской валюте. Ну, фактически вчера мы видели укрепление, точнее ослабление американского доллара практически по всем фронтам. Британская валюта также вчера активно укреплялась весь день, всю торговую сессию. И сегодня утром немного, но сейчас мы видим уже вот это снижение, которое ведется уже с начала сегодняшнего дня. Соответственно, здесь пока тоже ждем, то есть принимать какие-то решения. Здесь тоже, с одной стороны, неплохие уровни для входа, но мы не знаем, где это становится, где реакция рынка закончится. Поэтому здесь тоже нужно быть аккуратным. Пока здесь входить в эту позицию не буду. По паре американский доллар, канадский доллар, здесь мы также видим сейчас укрепление американского доллара. Вчера падали, также были неплохие уровни для входа на продажу. То есть, в принципе, сейчас тоже цены довольно-таки неплохие, но опять же мы не знаем, где происходит это остановка. Как мы видим, реакция пока последовала на укрепление американского доллара. И с чем это связано? Ну, очень сложно. Можно, конечно, много теорий здесь привести. Возможно, это из-за пока лидирующего Байдена, но все может измениться, как я говорю, уже очень быстро. Уже скоро закончится подсчет голосов, и мы все узнаем, что не будем гадать. По паре американский доллар, японская иена. Здесь мы также увидели укрепление, зашли в неплохую область для поиска покупок. Как раз момент завершения данной волны роста. Здесь я тоже для себя буду искать. В принципе, такая же позиция, которую я открывал в начале октября. В начале октября, прошу прощения. И, соответственно, если мы дойдем до области примерно 106 или чуть меньше, 105.80, 105.90, то если появится оттуда сигнал на продажу, то также для себя буду рассматривать. Австралиец. Ну, вот также здесь мы тоже видим повышенную волатильность. Вчера росли, сегодня падаем. Зашли в область, собственно, покупок. Здесь также я для себя рассматривал вход на повышение, на продолжение роста. Сейчас цены тоже выглядят довольно-таки неплохо, но нужно дождаться реакции рынка. То есть, по крайней мере, если мы будем на тех же самых плюс-минус уровнях, когда уже будет понятно, кто президент, тогда я позицию открою. То есть, в принципе, такая будет стратегия по всем инструментам. То есть, там, где есть хорошая цена по рынку для входа, то я для себя это рассмотрю. Но до окончательных результатов я этого делать не буду. По новозеландцу. Та же самая картина. Вчера резкий рост, сегодня резкое падение. Также мы продолжаем восходящее движение, поэтому покупки здесь тоже являются, находятся сейчас в приоритете. С текущих уровней тоже кажется неплохо заход на продолжение роста. Но, опять же, в связи неопределенности это делать крайне опасно. Золото корректируется. Вчера, сегодня был также показан локальный максимум. Золото сейчас немного опускается. У меня стоит пока отложенный ордер в области минимальных значений, которые были в октябре. В принципе, так как балтина здесь чуть меньше. И вероятность как раз реакции снижения в эту область и продолжение роста, она здесь остается, конечно, чуть выше. Но, тем не менее, пока я тоже считаю, что этот ордер стоит удалить. И вот я сейчас это делаю. Не буду пока заходить в золото. Если мы отпустимся сюда, будет понятно, кто президент. Мы не уйдем ниже локальных минимумов. То есть, будет хорошая возможность поставить стоп-лосс. То золото я также рассмотрю для входа. Индексы. Индекс DAX. Вчера, ну и последние несколько торговых сессий активно подрастал. В принципе, мы в целом, мы сейчас можем видеть, с одной стороны, формирование нисходящей информации по DAX. Поэтому по нему заходить тоже несколько сейчас рискованно. Хотя, в целом, общий фон восходящего движения, особенно если рост продолжится по S&P 500, то, скорее всего, DAX тоже будет этому тренду придерживаться. Но на часовом таймфрейме мы видим сохранение восходящей информации. Пока здесь я позиции новых не открывал. Но сейчас мы видим, что уже тот рост, который был вчера, DAX практически отыграл. Но пока мы не ушли ниже минимальных значений вторника. Поэтому тоже здесь ждем. Ну и наиболее интересно, это индекс S&P 500 ведет себя тоже крайне волатильно. Вчера мы видели активный рост прямо с открытия, с открытия рынков. А вот уже пару часов спустя на азиатской сессии мы увидели волну снижения. Но пока в целом формация не сломлена. На часовом таймфрейме у нас сохраняется тенденция восходящая. У меня пока все еще остается отложенный ордер вблизи минимум 30 октября. Я, пожалуй, это единственный инструмент, по которому отложенный ордер оставлю. Если будет все-таки волатильность, дойдет до моего ордера, то, по крайней мере, в S&P, так как хорошие уровни для входа, в принципе, в ближайшее время уже все решится. Будет понятно, кто президент. Это, в целом, как мы разбирали на подкасте, который также вы можете послушать уже исходя из предпосылок того, кто победит. Это информация актуальна сейчас, она будет актуальна даже после того, когда мы узнаем, кто президент. Подкаст 2 трейдера в описании к этому видео. Переходите, слушайте. Там мы в течение 30 минут максимально подробно тоже разбирали последние новости, последние события. А вот нефть в этом случае последние несколько дней подрастает. Весь октябрь идет пока для нефти в позитивной зоне. Мы зашли в область сопротивления на текущий момент. И, по невероятному, что остановка тоже может здесь последовать, потому что пока тенденция в рамках последних двух месяцев мы все-таки здесь видим восходящую. Перехай максимум, которые были в октябре, как раз даст нам возможность уже предположить начало новой восходящей формации по нефти. Но по нефти здесь я пока позиции, конечно, тоже пока открывать не буду. Поэтому здесь только остаюсь наблюдателем. Давайте посмотрим еще раз последние данные, которые здесь появились. Нет ли новой информации. Ну, собственно, пока нет. Здесь мы все-таки видим то, что идет еще подсчет. И давайте сверим еще, например, на Google. Также есть информация. Нет, здесь тоже 238-213. Пока идет как раз окончательный подсчет в Штатах, которые голосовали последними. И, собственно, здесь еще реакцию, я думаю, что мы вполне можем увидеть. Ждем, ждем. Как мы в начале видео говорили, есть ряд штатов, которые как раз могут принести Трампу то необходимое количество голосов, которое может ему помочь в его победе. Ну, а кто президент, мы узнаем уже по факту. И разберем обязательно это в пятницу. Поэтому, коллеги, на сегодня это все. Будьте аккуратны, торгуйте аккуратно. Сейчас рынок крайне неспокоен, крайне волатилен. Поэтому здесь на лишний раз лучше от каких-то сделок воздержаться, понаблюдать за рынком, посмотреть, как он отыгрывает те события. А когда уже будет понятно по факту, кто президент, тогда уже реакция будет более планомерной, более последовательной. И тогда уже имеет смысл открывать новую позицию. Ну, по крайней мере, такой стратегии буду придерживаться я. Всем спасибо за внимание. Всем желаю хорошего торгового дня. Не забудьте поставить лайк. Вопросы оставляйте в комментариях. Увидимся с вами в пятницу. И уже подведем итоги этих выборов. Ну, точнее, мы уже разберем их по факту. И посмотрим, как рынки на это реагируют. Всем спасибо за внимание. И до свидания.